здравствуйте дорогие друзья сегодня мы начинаем новый цикл программ который будет называться тяжелый случай это первая программа в ней мы обсудим такую серьезную проблему как хроническая тазовая боль у нас гостях сегодня будет величевская анна александровна врач уролог урогинеколог нейроуролог и амбассадор айси с в россии это очень модная организация анна сам нам еще рассказывать что это такое глобально расскажу сначала про то как вообще будет происходить вся история мы будем рассказывать какие-то интересные клинические случаи это будут как клинические случаи наших приглашенных экспертов так в перспективе и ваши клинические случаи которые вы можете прислать нам мы разберем этот клинический случай с кем-то из экспертов доложим вот в такой же точно программе который будет называться тяжелый случай а сейчас аннастана бердичевская расскажет нам про свой интересный клинический случай который мы с ней вместе попробуем немного разобрать добрый день итак к нам в клинику обратилась женщина 59 лет с жалобами на жгучую боль в промежности в области вульвы преимущественно с левой стороны боль усиливается в положении сидя и при изменении положения тела что немаловажно для понимания клинической картины при наклонах при приседаниях боль усиливается у пациентки после полового контакта и при ношении тесной одежды из особенностей облегчение приносит положение лежа и еще одна особенность ночью пациентка спит анна александр сразу вопрос вот насколько поскольку мы такую делаем сейчас более практическую программу да мы будем останавливаться спокойно друг друга прерывать обсуждать и здесь мне кажется крайне важно вот именно последняя фраза что ночью пациентка спит насколько это характерно для пациентов с хронической тазовой болью нарушение сна потому что это может быть достаточно важной с диагностической точки зрения концепции и может иметь большое значение в перспективе прогнозе но в данном случае почему я сделала акцент на то что ночью пациентка спит в дальнейшем мы поймем что это важно для ее клинического разбора клинической картины все дело в том что не все пациентки с хроническим болевым синдромом в тазу имеют хороший сон то есть нарушение сна могут быть они сна подогномоничную для моничные и у 70 процентов наверное они есть но здесь данном случае я сделала акцент на то что именно боль не будет пациентку ночью хорошо и так из анамнеза в 2014 году у пациентки наступает менопауза которая соответственно сопровождается появлением постепенным нарастанием жалоб на сухость жжение в области вульвы снижение количества выделений боль при половых контактах пациентка с подобными проблемами обращается к гинекологу и соответственно назначается короткими курсами антибактериальная терапия как пероральная так и интравагинальная плюс антисептики также короткими курсами спринцевание растворами антисептиков свечи с лактобактериями комбинированные свечи с гормоном с противогрибковыми препаратами однако клиническое улучшение на фоне данной терапии пациентка отмечает на недостаточно продолжительный срок и жалобы постепенно нарастают итак 2018 году с 2022 года в течение четырех лет пациентку начинает беспокоить жгучая боль в области промежности в области вульвы преимущественно с левой стороны на что она четко указывает боли усиливаются в положении сидя и при изменении положения тела и после соответственно полового контакта и при ношении тесного белья и тесной одежды она снова обращается к гинекологу смена терапии здесь мы приходим к более или менее верному диагнозу атрофический кальпит установлен пациентке соответственно ей назначается эстроген заместительная терапия но опять же короткими курсами также используется терапия так называемая оффлэйбл это пирпит терапия и лазеротерапия однако какого-либо клинического улучшения на фоне данной терапии пациентка не отмечает мы поймали пациентку в той ситуации когда она уже в течение фактически девяти лет болеет 8 9 лет она болеет то есть во первых можем это назвать тяжелым случаем то есть пациентка действительно длительное время страдает при этом качественно верный диагноз и установлен там относительно недавно но при этом не назначено верное лечение то есть вот это вот вся концепция который мы пришли вот в результате первого нашего вот этого первой части нашей программы скажем так это то что мы описали страдающую пациентку которая длительное время получала неправильную терапию с неправильным диагнозом без какого-либо клинического эффекта соответственно вот мне кажется здесь нужно обобщить насколько это частая проблема у таких пациентов как часто это встречается такая именно такая проблема связана с менопаузой и насколько часто такие пациентки и насколько долго такие пациентки ходят вот по гинекологическому или не только может быть гинекологическому кругу то есть вот насколько такой тяжелый случай характерен для нашего здравоохранения для наших медицины для нашей ситуации вообще но к сожалению гениторинарный синдром как и другие органные патологии нередко приводит к формированию хронического болевого синдрома и здесь очень важно я думаю на первых этапах обращение пациентки необходимо уже было назначить эстроген заместительную терапию что привел не привело бы к формированию вот этого хронических не привело бы формирование хронической тазовой боли много таких пациентов таких достаточное количество в силу того что лечим точечно ищем какую-то конкретную инфекцию какую-то конкретную бактерию не подходим к пациенту системно если бы мы обратили внимание на то что у пациентка находится в эстроген дефиците и дали бы необходимое количество гормона пациентки до откорректировали бы гормональную терапию ну хотя бы местно на продолжительный срок соответственно не было бы подобного рода проблем которые мы получили вот ближе к 2018 22 года но лечение мы еще обсудим обязательно и правильное лечение этой пациентки здесь скорее вот характер вот этой патологии который вызван длительной неправильной диагностикой и некачественным лечением он характерен действительно для женщин не на паузе но у нас же в принципе в стране обращение гинекологу для женщин не является такой вот стандартные процедуры зачастую я знаю женщин которые по 10 лет не были у гинеколога по 15 лет не были у гинеколога возможно ли было теоретически представить что эта пациентка при регулярном обращении гинекологу качественному гинекологу могла бы в предмен на паузе получить профилактику данного состояния просто мы сейчас теоретически рассуждаем насколько это было вообще перспективно с ее ну с точки зрения пациента получить такую профилактическую какую-то напоминалочку о том что это вообще возможно ну и для наших докторов которые нас смотрят некое такое послание что есть у вас есть пациент времена паузы для того чтобы избежать потом вот этих десятилетий брожений и страданий пациента может быть стоит их немножко заранее профилактировать возможно ли это вообще начнем с того что генитоуринарный синдром иногда начинает беспокоить женщину задолго доме на паузы и в данном случае немножечко тактически происходит неправильная диагностика со стороны гинекологов начинается поиски конкретной какой-то бактерии бактериологические посевы из влагалища который в принципе не имеет под собой никакого клинического обоснования опять же короткие курсы противовоспалительной терапии и так далее так далее с целью профилактики профилактической беседы да вообще мне кажется что сам просвет работа и гинеколога и урол до любого специалиста должна быть включена в прием и он должен говорить о том что во первых чекап у гинеколога должен проходить раз в год особенно это касается женщин которые вступают в период перемена паузы мена паузы да соответственно должны быть проведены определенные обследования в том числе и онконостороженность в данном случае у нас возрастает ну и плюс мы говорим о том что изменение гормонального фона в этом возрасте может привести к формированию огромного количества проблем начиная от воспалительных заболеваний органов малого таза рецидивирующих инфекции мочевыделительной системы и заканчивая даже дисфункциями мочеиспускания недержаниями мочи дисфункциональными мочеиспусканиями гиперактивными мочевыми пузырями то есть в данном случае эстроген дефицит для каждой женщины может проявлять себя по разному поэтому я считаю что гинеколог на своем осмотре да и урогинеколог уролог должен обязательно вот такие моменты проговаривать согласен более того сейчас вот в процессе обсуждения мы понимаем что тяжелый случай нашей пациентки не такой уж и тяжелый все могло быть еще хуже и в данной ситуации да это тяжелый случай потому что пациентка страдает 8 лет тем не менее бывают ситуации когда эти страдания сопровождаются еще и дополнительными симптомами которые слава богу данной пациентки нет поехали дальше итак мы смотрим пациентку на кресле соответственно оцениваем состояние наружных половых органов оцениваем состояние кожных покровов проверяем чувствительность кожных дерматомов обязательно оцениваем состояние слизистых влагалищ и преддверия влагалища выполняем тест с ватной палочкой на чувствительность слизистых преддверия и вот обратите внимание что у пациентки q-tip тест так называемый тест с ватной палочкой на гипералгезию и аладине этой зоны усиление чувствительности по всем полям в области преддверия то есть пределах линии хард это анатомическая линия которая позволяет нам отделить область вульвы и область преддверия влагалища при пальцевом вагинальном исследовании проходит для пациентки болезненно осмотр проведен с применением геля с ледокаином так как не представляется возможным провести осмотр данной пациентки как-то иначе ей больно и дискомфортно она предупреждена предварительно о том что возможно неприятные ощущения и поэтому с такими пациентками очень деликатно с применением дополнительных лубрикантов мы проводим осмотром осмотр одним пальцем бимануальная пальпация безболезненная матка в положении антифлексию проекция области придатков безболезненно то есть выше у нас все спокойно на зеркалах слизистая бледно-розовая выделение скудные есть склачатость вот сглаживание склачатой слизистой это один из признаков атрофических изменений со стороны слизистых но так как она уже получала эстроген заместительную терапию то здесь более или менее атрофия не так ярко выражена если мы говорим об атрофических изменениях на слизистых у таких пациенток с генитуринарным синдромом то как правило это слизистая иногда бывает с петахиальными подслизистыми кровоизлияниями она легко кровоточит она очень сухая она контактно кровоточит но в данном случае вот до состояния слизистых у этой пациентки более или менее скорректирована за счет коротких курсов эстроген и эстрогенов именно местом далее в наш осмотр обязательно у пациенток с хроническим болевым синдромом входит осмотр и оценка мышц тазового дна мы оцениваем как мышцы преддверия влагалища то есть поверхностную группу мышц так и более глубокие компартменты и так что мы имеем у нашей пациентки болезненности спазм проекции бульбоскопонгиозных мышц с обеих сторон слева обращу внимание тонус мышц преддверия более выражен то есть более активная реакция мышечного компартмента на боль пальпируются активные триггерные узелки в структуре поверхностных мышц далее мы осматриваем более глубокие мышцы копчиковые седалищно-копчиковые лобково-копчиковые мышцы с обеих сторон тонус выше указанных мышечных компартментов у пациентки также повышен мышцы уплотненные болезненные отечные при пальпации и мы осматриваем внутренние запирательные мышцы также с обеих сторон уплотненные болезненные пальпируется более двух активных триггерных точек проекция крестцово-ассиста, крестцово-бугорного связочного комплекса, который мы обязательно осматриваем интравагинально при вагинальной пальпации болезненно слева и обращает на себя внимание боль в проекции канала алкока слева, то есть проекции внутренней запирательной мышцы именно с левой стороны. Боль превалирует. Соответственно, на основании тех данных, которые мы получили, мы установили предварительный диагноз, смешанный тазовый болевой синдром, генито-уринарный болевой синдром, миофасциальная боль с нейропатическим компонентом, пудендальная нейропатия слева под вопросом пока у нас, то есть нейропатический компонент боли в дальнейшем будет обсуждаться и хроническая вульварная боль соответственно. Почему поставили? Вот перед тем, почему, сразу вопрос. хроническая вульварная боль. Диагноза такого нет. Мы не можем его фактически выносить, наверное, в основной диагноз. Если вот наши коллеги смотрят, они хотят придумать, как им поставить такой диагноз. Вроде как миофасциальный болевой синдром с нейропатическим компонентом тоже нет такого диагноза, на самом деле, в МКБ, но в клинический мы можем его написать. Пудендальная нейропатия, хроническая вульварная боль. Вот здесь вопрос, как правильно сделать, почему именно так, а не просто хронический болевой синдром и вульводиния, к примеру, да, такое более понятное понятие, но более привычные медицинские истории. Кокцигодиния, вульводиния, то есть более понятная история. Почему мы говорим о хронической вульварной боли? Может быть, чтобы было понятнее коллегам, которые будут это потом читать, или это какая-то другая история? Ну, во-первых, начнем с того, что хроническая вульварная боль у нас не входит в структуру синдрома хронической тазовой боли. В этом году ICS выделяет ее как отдельный вид диагноза. Хроническая вульварная боль и вульводиния имеют между собой качественные различия. Вульводиния – это идиопатическая боль, которая не имеет четко установленной причины у пациентки. Хроническая вульварная боль может быть обусловлена иными заболеваниями, то есть в данном случае имеется в виду рецидивирующая инфекция, это может быть миофасциальный болевой синдром, это может быть нейропатия полового нерва, это могут быть дерматозы вульвы, которые способствуют формированию хронического болевого синдрома в области вульвы. Поэтому мы, урогинекологи, четко два этих понятия разделяем. Вульводинию мы ставим в том случае, когда мы не находим каких-либо причин боли в области вульвы. То есть мы можем сказать, что вульводиния – это скорее первичная, а хроническая вульварная боль – это вторичная боль. Таким образом, для наших коллег, чтобы тоже было понятно. Крайне важным, как я считаю, в этой ситуации отметить в рамках нашего разбора такого клинического – это то, что мы выносим основную жалобу фактически пациентке в диагноз. Ведь на самом деле самая такая вот простая проблема, как мне кажется, в медицине – это то, что зачастую диагноз не отражает происходящего с пациентом. То, на что он жалуется. Он жалуется на боль, то вынеси эту боль в диагноз, и все сразу будут понимать, что проблема пациентов лежит в области боли, а не в области дискомфорта, не в области нарушения половой жизни или еще чего-нибудь. Здесь боль – это основная проблема. Эту боль надо выносить в диагноз – хроническая вульварная боль. И всем сразу понятно, что с пациенткой, и понятно, в какую сторону надо думать, если вдруг пациентке продолжается болевой синдром. Лабораторные показатели у нашей пациентки в пределах допустимой нормы. Я хочу отметить, что у пациентов в менопаузе, во-первых, ну, гинекологи, наверное, поймут, о чем речь, мы не проводим кольп-тест, пэшметрия, она в данном случае не показательна, но мы выполняем такой анализ, который называется флороциноз. Это вот отсылка к нашему первому слайду, когда пациентку лечит точно по поводу атрофического кальпита. Скажу о том, что ей неоднократно брали бактериологические посевы, которые, в принципе, для нас не имеют никакого клинического, ну, несут никакой клинической пользы для подбора в дальнейшем терапии. Поэтому мы оцениваем таких пациентов обычно флороциноз. То есть мы смотрим, особенно когда мы говорим о переменопаузе, когда еще есть лактобактерии, когда еще есть нормальное условно-патоген, нормальное флоро влагалище. Поэтому мы оцениваем соотношение полезных микроорганизмов и условно-патогенных микроорганизмов. И, соответственно, исходя из этого соотношения, уже назначаем какую-то терапию. Так вот, у нашей пациентки флороциноз был в пределах допустимой нормы. Опять же, уточню почему. Потому что она до этого все-таки получала эстероген-заместительную терапию, которая должна была быть назначена раньше, на более ранних этапах. Это мы еще обсудим. Да, мы подозреваем у пациентки в увлечении половых нервов в болевой синдром и, соответственно, выполняем ей электронейромиографию бульбоковернозный рефлекс. На электронейромиографии видим признаки акционального поражения левого полового нерва, увеличение латентности ответа в сравнении с контрлатеральным нервом. Ну и наши неврологи выполняют, соответственно, лечебно-диагностическую блокаду. Соответственно, снижение болевой симптоматики на 50% от исхода. Наблюдаем у пациента. Вот здесь сразу, опять же, вопрос. Насколько часто гинекологи отправляют пациенток на электронейромиографию мышц тазового дна и половых нервов? НМГ электронейромиографии, напомню. Исследование доступное в нашей стране, не везде проводится, но, в принципе, доступное. И насколько часто вы встречаете пациентов, которые приходят к вам уже с проведенной электронейромиографией, пудендальных нервов, мышц тазового дна. Это вообще бывает такое или это казуистика? Ну, это не казуистика. Скорее всего, гинеколог, который занимается вопросами хронической тазовой боли, возможно, направит. Но в целом гинекологи делают это редко. Мне кажется, нужно задать этот вопрос нашим неврологам. И они скажут, наверное, точно по направляемости, если у них пациенты от гинекологов с подобного рода диагнозами и направлениями. Но в целом, я думаю, что ситуация довольно редкая. У нас, в принципе, очень мало специалистов, которые занимаются вопросами тазового болевого синдрома и свободно, спокойно варьируют в этом отношении. Это не должно быть чем-то невероятным. И если в Москве это достаточно популярная история, в регионах, я думаю, пореже проводится НМГ, в том числе, может быть, и развитие понимания проблемы тазовой боли среди гинекологов. А я считаю, что у нас, в принципе, проблема понимания боли среди врачей, которые не занимаются болевыми синдромами, сильно просажена вот так вниз. Развитие понимания, в том числе, тазовой боли среди гинекологов и урологов способствует тому, что появляется востребованность исследования. И специалисты, которые, в принципе, специалисты по НМГ есть плюс-минус в каждом регионе, должны обучиться будут этому исследованию, когда к ним начнут направлять. Они будут заинтересованы в том, чтобы уже каким-то образом начать делать те исследования, которые они не делают, если появится такая востребованность. Сейчас у них даже такого потребности. Ну, никто не направляет. Зачем? А здесь же история ровно такая же, как, например, с болью в спине. Терапевт, совершенно спокойно, получив боль в спине, понимает, что есть ситуации, когда пациенту нужно отправить на рентген, на МРТ. Он же это понимает. Делает это достаточно часто. Если он, особенно в регионе, мало неврологов или ортопедов, которые занимаются терапевтом, врачи общей практики, направляют на обследование. Если у человека там головная боль коэтенсивная, МРТ, пожалуйста. А если хроническая тазовая боль или в принципе тазовая боль, направить на НМГ половых нервов, это вообще какая-то фантастика, ну, на мой взгляд. И мне кажется, что вот в рамках таких наших разборов мы как раз и должны обозначать вот такие моменты, которые важны с точки зрения диагностики, и чтобы наши коллеги понимали, что это не что-то вау, волшебное. Ведь исследование достаточно простое и стандартное. И в принципе любой гинеколог, столкнувшись с тазовой болью, понимая, что она не прошла вот так вот, должен пациента отправить на нужное ему исследование. Потому что раз, и мы видим, что есть проблема. Да, найдется ли потом в этом регионе невролог, который будет способен провести блокаду нервоспуденду с лечебно-диагностическую, это уже вопрос номер два. Но когда у нас есть понимание проблемы, у нас есть понимание, в какую сторону двигаться с ее решением. Правильно? Ну, начнем с того, что гинекологи должны иметь хотя бы поверхностное представление о хроническом болевом синдроме в тазу, о его формировании. И если пациентку беспокоит длительная боль, рецидивирующая, персистирующая, флюктуирующая, постоянная боль, провоцированная боль, в течение трех и более месяцев, мы уже вправе говорить о хроническом болевом синдроме в тазу. И здесь я считаю, что банальное нейросенсорное обследование, доктор должен начать с этого, он должен начать с проведения нейросенсорного обследования. Я считаю, что каждый гинеколог должен понимать, что такое мышцы тазового дна, что они ничем не отличаются от других таковых мышц нашего тела, что они тоже могут находиться в спазме, что у нас есть миофасциальные синдромы в тазу, что наши мышцы тазового дна выполняют у женщины поддерживающую функцию, но еще и отвечают за функциональное состояние. То есть они и за анатомически правильное расположение отвечают, и за функцию отвечают. Поэтому, когда мы говорим о тазовом дне, мы не только ищем там матку, придатки, и на этом все, осмотр закончен. Нет, мы говорим о целой структуре, о таком организме в организме. Мышцы, сосуды, нервы, органы малого таза, мышцы великой системы, прямая кишка. Функция, дисфункция напрямую зависит от состояния мышц тазового дна в том числе, в структуре которых проходит главный наш половой нерв. Поэтому я считаю, что каждый гинеколог должен хотя бы иметь поверхностное представление о том, что это такое, и уметь провести правильный осмотр не только в рамках своих компетенций, то есть классический гинекологический осмотр на зеркалах, бимануальную пальпацию, но и обращать внимание на состояние мышц тазового дна. Ну, наверное. Поехали дальше. Мы, во-первых, назначили пациентке эстроген-заместительную терапию более длительным сроком, выбор у нас пал на крем, так как у пациентки очень повышенная чувствительность на введение любых свечей во влагалище, это вызывает у нее более дискомфорт, поэтому мы решили использовать крем с эстрадиолом два раза в неделю на шесть месяцев с динамическим наблюдением за состоянием болевого синдрома и слезистых и в дальнейшем с решением вопроса о продлении данного выбора терапии, либо поставить это на некоторое время на паузу, что, в принципе, мы можем сделать. Из медикаментозной терапии пациентка получала пригаболин один раз в день в течение трех месяцев, уже на начальных этапах приема пригаболина улучшила ее болевую симптоматику, ну и, соответственно, мы выполнили пациентки ботулинотерапию патологически активных мышц, мы ввели 100 единиц ботулотоксина во внутренние запирательные мышцы, соответственно, в структуре которых проходят у нас половые нервы, и в бульбокавернозные мышцы с обеих сторон, там, где были выявлены основные наши триггерные зоны, триггерные точки и более выраженный гипертонус, с учетом длительности симптоматики, с учетом того, что пациентка уже была лечена, перезалечена, соответственно, решили вот в данном случае начать с ботулинотерапии и спасти половой нерв. Дальше пациентке была назначена обязательно реабилитация, обычно в структуре синдрома хронической тазовой боли реабилитация пациента с ХТБ, это вообще, в принципе, неразрывные понятия, поэтому реабилитологам были подобраны индивидуальный комплекс тренировок, упражнений на расслабление мышц тазового дна, которые, соответственно, но чуть попозже мы об этом проговорим, это могут быть тренировки как с применением различных упражнений, так и с мануальными техниками воздействия на мышцы тазового дна непосредственно точечно. Обязательно психотерапия, понятно, что пациентка с длительно текущим хроническим болевым синдромом, который первые пять лет своей жизни не может найти ответы на вопросы и ходит от врача к врачу, не понимая, что делать, находится в состоянии повышенной тревоги, что не может, собственно, сказаться на положительной динамике в отношении ее боли, потому что любая тревога будет усиливать спазм, будет усиливать боль, поэтому психотерапия у нас входит обязательно в структуру нашей терапевтической помощи пациентке, в данном случае, ну, соответственно, мы работаем по международным гайдлайнам, когнитивно-поведенческая терапия, метод выбора. Модификация образа жизни. В чем заключается модификация образа жизни для таких пациентов? Первое – это убрать факел, убрать триггер. То есть что мы делаем? Ну, кроме того, что мы корректируем ее дефицит эстрогенов местно, да, работаем со слизистой, мы убираем триггеры, то есть используем ортопедические изделия при сидении в дальнейшем, я вот там чуть попозже будет на слайде показано, подушки такие, бублики, организуем ей рабочее место для того, чтобы ей было комфортно проводить время сидя. Физическая активность, опять же, с упором на расслабление мышц тазового дна мы предлагаем таким пациентам мягкую йогу, пилата, стрейчинг. Ну и, соответственно, исключение основных триггеров, которые усиливают ее болевую симптоматику, то есть длительное сидячее положение тела, узкая, давящая, тесная одежда, ежедневные прокладки, тампоны. Мне конкретно про эту пациентку в целом, про пациенток с хронической вульварной болью, спровоцированной вульварной болью, уход за областью воли, восприменением эмолентов, половые контакты с использованием дополнительной лубрикации при снижении болевого синдрома. Тут же вопрос прям сразу возникает по поводу дозы пригаболина. Те, кто нас смотрят, законоверно могут задать вопрос, почему именно пригаболин, и почему сразу 75 миллиграмм, почему один раз в день, и почему на три месяца. Вот у меня такой вопрос возник сразу, потому что, ну, понимаю, что пригаболин, препарат, который воздействует на кальциевые каналы, там, снижает интенсивность нейропатической боли, понятно, но он все-таки чаще принимается два раза в день, и доза его тетруется до минимально эффективной. Это такое, как бы, среднестатистическое представление. Почему решили, что одного раза в день именно в такой дозе пациентке будет достаточно для инициации терапии, или отталкивались от ее ощущений? Какой был подход? Вот именно что для инициации терапии. Во-первых, на лечебно-диагностической блокаде пациентке стало легче, она почувствовала увеличение на 50%. Во-вторых, мы ввели ботулотоксин и дали три недели, две недели, точнее, прошу прощения, на его реализацию в структуре мышц. Соответственно, на такой дозировке пациентка в кратчайшие сроки отмечалось снижение интенсивности боли, плюс дали физическую терапию. И вот эта структура, она заработала в комплексе, поэтому совместно с неврологами решили дальше не повышаться. Понятно. Хотя я бы все равно разделил на два приема, но, возможно, и такой, наверное, вариант. Здесь, наверное, нужно объяснить нашим слушателям, почему вообще возникла именно такая симптоматика, как следствие первичного заболевания, которое просто было неправильно установлено и неправильно лечилось. Почему был сформирован хронический болевой синдром? Милофициальный болевой синдром, хронический, нейропатический. У нас это будет, да? Да, у нас это будет обязательно. Тогда, в принципе, еще вопрос про ботулинический токсин. Далеко не все колят ботулинический токсин в запирательные мышцы. Ну, вот это уже не банальная медицина. То есть это требует специальных знаний, специальных умений, специального понимания того, что он действительно может быть нужен. То есть тут надо понять, что для того, чтобы вообще начать терапию ботулиническим токсином в этой ситуации, мы сначала провели реакторной эромиографии и определили, где проблема. И только потом начали колоть. То есть это не диагностическое, это уже было лечебное мероприятие. Конечно. Да, то есть просто не очевидно, поскольку мы делали лечебно-диагностическую блокаду, то многие зрители наши и слушатели могут подумать о том, что мы кололи ботулинический токсин с целью диагностической блокады. Но это, конечно же, не так. Мы кололи диагностической целью ледокаин с, наверное, дексаметазоном или с... Палангированной анестезией. Дексаметазон, да. Соответственно, и только потом на эффекте имеющейся лечебно-диагностической блокады практически в ту же зону мы уже вводили ботулинический токсин для того, чтобы конкретно расслабить ту самую запирательную мышцу, которая поддавливала. Мы вводили его с двух сторон, да. Даже с двух сторон. В обе две запирательные мышцы в силу того, что это наиболее труднодоступные участки таза, и с ними достаточно сложно работать и в рамках физической терапии. В том числе, почему выбрали на старте ботулинотерапию, что мы делаем достаточно редко, потому что пациентки уже затяжная история и выраженный гипертонус в структуре мышц таза. И с учетом того, что мы видим вторичное поражение поддендальных нервов, соответственно, мы приняли решение выполнить блокаду труднодоступных участков и расслабить мышцы принудительно ботулотоксином. Мы не кололи весь таз, мы сделали инъекции только в труднодоступные участки. Ну, соответственно, клиническое улучшение мы наблюдали через три недели, как только заработал ботокс, после лечебно-диагностической блокады на вот такой вот минимальной дозе перегабалина. Ремиссия у пациентки наступила через шесть месяцев от старта с полным отсутствием болевой симптоматики. То есть мы наблюдали пациентку в течение последних трех месяцев, жалоб нет на осмотре мышцы мягкие, безболезненные. Ну и, соответственно, в плане все-таки оставили эстрогензаместительную терапию до 12 месяцев вот таким дробным курсом, то есть два раза в неделю длительно. И оставили пациентке, конечно же, физическую реабилитацию мышц тазового дна, которая заключается не только в том, чтобы их расслабить. Мышцы в данном случае нужно сначала расслабить, а затем уже привести их в нормотонус для обеспечения нормальной функции. Ну и соблюдение правил модификации образа жизни и отмена перегабалина через три месяца. Анна Александровна, сразу вопрос. Почему при доказанном синдроме, скажем так, патологической мышечной спастичности мы не назначили пациентке миорелаксанты? Ну, вы знаете, честно говоря, это до сих пор не внесено в какие-то официальные такие клинические рекомендации назначения миорелаксантов, скажем так, ситуация на грани. И я думала, думаю, что в данном случае физическая терапия и обезболивание приведут к тому же эффекту. Не, ну, по сути, мы назначили локальный миорелаксант, ботулитический токсин. Ну, локально, да. Так или иначе является миорелаксантом в той или иной степени. Неправильно его так называть, но суть его все равно от этого не меняется. Он, конечно, действует на нейромышечный симон, синамс, там это все ясно, но конечным его действием является расслабление мышц. Поэтому, наверное, центральный миорелаксанты назначать в данной ситуации не имело смысла. Мы назначаем центральный миорелаксанты при миофасциальном синдроме. Но в данном случае, так как первично была нейропатическая боль, то мы приняли решение работать с болью и, соответственно, попробовать физическую терапию мышц тазового дна и расслабить мышцы принудительно ботоксом. И, соответственно, понаблюдать за пациенткой. Пациентка не получала у нас миорелаксанты в данном случае, но в целом мы можем их применять и назначаем нередко. Хотя конкретно рекомендаций по назначению миорелаксантов, ну, по крайней мере, на старте в первой линии нет. В первой линии терапии их нет. Итак, прогенитуринарный синдром уже понятно, что это симптомокомплекс, который обусловлен гипоэстрогенией и проявляется изменениями в наружных половых органах, во влагалище, уретро, в мочевом пузыре. Соответственно, за счет чего? За счет того, что снижается уровень гликогена, за обеспечение которого отвечает у нас женский половой гормон. Соответственно, происходит изменение PH вагинальной среды и колонизация влагалища патогенной микрофлорой, инфицирование слизистых и, как следствие, воспалительные процессы органов малого таза. На что жалуется наша классическая женщина? Это сухость, зуд, боль, жжение, дискомфорт во влагалище, диспареуния, неприятные ощущения в уретре, во влагалище. Также могут присоединяться симптомы нижних мочевых путей, рецидивирующие циститы, рецидивирующие уретрыты и так далее. Важно понимать, что генитуринарный синдром не всегда равно четкое наступление менопаузы. Иногда генитуринарный синдром может беспокоить женщин сексуально активного, репродуктивного возраста, начиная с 35-37 лет. Мы уже наблюдаем проявление генитуринарного синдрома у ряда женщин. Поэтому на гормональный фон, на гормональный статус и на состояние вагинальной микробиоты обращаем в данном случае внимание. Основной метод лечения таких пациенток – это действительно эстрогензаместительная терапия. И если она не противопоказана пациентке, изначально на старте была бы назначена, то наша пациентка не залетела бы в этот круг хронической тазовой боли, если бы изначально мы ее проявление генитуринарного синдрома скорректировали бы эстрогенами. В данном случае используем мы чаще местную эстрогензаместительную терапию, так как она показывает неплохие клинические результаты. Мы помним, что у нас в мочевом пузыре тоже есть рецепторы к эстрогенам, к женскому мочевому пузыре, к прогестерону, к эстрогенам. И почему появляются симптомы нижних мочевых путей? Потому что происходят соответствующие атрофические изменения на слизистых мочевом пузыре, так же, как и во влагалище, так как это эстрогензависимая территория. Итак, почему у пациентки сформировался хронический болевой синдром? По нашим наблюдениям и по клиническим исследованиям, как правило, стартовым механизмом формирования миофасциального болевого синдрома является какая-либо органная боль. Чаще всего это воспалительный процесс, затянувшийся, рецидивирующий воспалительный процесс. В данном случае здесь указан цистит, простатит. У нашей пациентки это мочеполовой синдром менопаузы, поверхностный подход, неверное лечение. И, конечно же, на любой рецидивирующий болевой синдром в тазу мышцы начинают реагировать спазмом. С формированием гипертонуса мышц тазового дна, с формированием триггерных узлов в структуре мышц и с формированием нейропатического компонента боли. И в дальнейшем, чего мы боимся больше всего, центральной сенситизации спазм мышц, компрессия нерва, отек оболочки нерва, боль, спазм мышц. Мы продолжаем лечить, искать бактерии, несуществующие, выполнять ненужные анализы, искать хламидии, уроплазмы и так далее. Потом в лучшем случае отправляем пациентку в психиатру. Мы говорим о том, что у вас болит голова, вы психологически нестабильны, что часто случается. Ну и, соответственно, получаем смешанный тазовый болевой синдром, мозг обучается боли. И вот в таком состоянии пациенты в лучшем случае добираются до нас. Итак, еще раз по осмотру. Что входит в наш осмотр? Понятно, что это осмотр в гинекологическом кресле проводится обязательно. Мы оцениваем тонус, отечность, болезненность мышечных компартментов тазового дна. Пальпируем крестцово-остисток, крестцово-бугорный связочный комплекс и проекция канала алкока. Обязательно смотрим вот эти локации в силу того, что там наиболее часто происходит у нас компрессия половых нервов в этой зоне. Ну и по дендальной невралгии хочется сказать о том, что мы знаем, что такой диагноз есть. Но вот почему-то его ставим крайне редко, хотя это изнуряющее состояние, которое нарушает качество жизни наших пациентов. Как правило, 70% всех пудендоневропатий имеют компрессионный ишемический характер и чаще всего встречаются на фоне уже сформированного миофасциального синдрома. Анатомия полового нерва, Пал Яковлевич, раз проговорим, почему мы... Давайте чуть-чуть проговорим, чтобы если кто-то не знает, было больше понимания. Ну, надо сказать, что вообще половой нерв, он в принципе есть, и он тоже может страдать. Почему-то, вот у нас такая есть проблема, немногие обращают внимание на симптомы, которые характерны для пудендальной нейропатии. Давайте перечислим их немножко. Давайте, да. Три ветви. Промежностная, прямокишечная, дорзальный нерв клитора. Соответственно, проекция, боль у нас будет локализована в зоне иннервации нерва. Да, это один из критериев Нанса. Боль в зоне иннервации нерва от ануса до клитора. Боль, которая ощущается преимущественно в положении сидя, и она усиливается положением сидя, наклонами, поворотами. Боль не вызывает ночных пробуждений. Почему я в начале нашего клинического случая сделала на это акцент? Что пациентка ночью спит, то есть боль нашу пациентку не будет. Отсутствует объективное сенсорное нарушение, то есть отсутствие тактильной чувствительности и, соответственно, боль, которая купируется блокадой полового нерва. Надо сказать, что не обязательно блокада полового нерва должна купировать боль на 100%. Это может быть улучшение клинической симптоматики, и тогда мы уже говорим о том, что вовлеченность полового нерва есть. Мы используем электронейромиографию бульбоковернозный рефлекс. Да, она недостаточно специфична, это операторозависимый метод. Очень важно, чтобы ее выполнял клиницист, а не просто функционалист, который, соответственно, понимает, что делает. Ну и по поводу диагноза по МКБ тоже вернусь. У нас есть вот такой вот диагноз G58.8. Другие уточненные виды мононевропатии. То есть конкретно по дендальной неврологии в МКБ 10 пока нет. МРТ мы используем для дифференциальной диагностики, для того, чтобы исключить другие источники компрессии половых нервов. Еще один очень важный момент, что никакое дополнительное обследование не может исключить или подтвердить наш диагноз. Диагноз складывается из истории заболевания, клинического обследования и блокады полового нерва. Если блокада полового нерва принесла нам хотя бы 50% снижения болевой симптоматики, то мы уже говорим о вовлеченности половых нервов и, соответственно, назначаем пациентке терапию. Здесь, наверное, надо сказать, что вообще наша целевая терапия при синдроме нейропатической боли – это снижение боли на 50% и более. То есть 50% достаточно. Кто-то считает, что 50% совсем мало, но на самом деле при боли в 9 баллов, например, 4,5 – очень неплохо. Поэтому я думаю, что это хороший результат, очень может быть. Да, и мы говорим об этом нашим пациентам. Вы, когда пациент лечится, да, находится у нас на терапии, приходит на контрольно-динамический осмотр, мы даем так называемые шкалы боли и сравниваем, что было в начале и что мы имеем сейчас. Если мы видим улучшение симптоматики на 50% и более, мы говорим, что этот случай уже успешный, что этот кейс уже успешный для нас и для пациентов в том числе. Итак, лечебно-диагностические блокады полового нерва. Но, собственно, в нашей клинике мы выполняем тремя доступами. Поэтому это может быть вагинальный доступ, это может быть промежностный доступ, это может быть ягодичный доступ. И вот здесь очень важно, дорогие друзья, наши коллеги, запомните, пожалуйста, если вдруг кто не знает, такие блокады не проводятся без визуального и электромеографического контроля. Потому что попасть туда, куда нужно, вслепую, невозможно. Это может быть, конечно, редкая удача, но по факту гораздо больше шансов что-нибудь не то задеть, особенно в тазу. И на этом будет много новых проблем. Поэтому обязательно под контролем УЗИ, иногда это может быть контролем, я не знаю, сейчас делают, электростимуляции тоже, может быть, под рентгенологическим контролем, куда мы вообще двигаемся. Ультразвука и электростимуляция вполне достаточно. Ультразвука достаточно, в принципе, в любой клинике есть. Но обычно промежностный доступ, ягодичный доступ у нас неврологи используют ультразвук. Я для вагинального, ну, через вагинальный доступ использую электростимуляцию стимуплекса. Модификация образа жизни, соответственно, исключение триггеров, использование ортопедических подушек, использование ортопедических изделий, избегаем провоцирующих факторов боль триггеров, то есть езда на велосипеде, мотоцикле, лошади, все, что сдавливает. И адаптация рабочего места. Это медикаментозная терапия. Вот смотрите, вот, к сожалению, я вначале не проговорилась. У нас у пациентки, мы хотели начать с амитриптилина, но у пациентки амитриптилин не пошел. У нее появились побочные эффекты, она от него отказалась. Вот почему мы выбрали пригаболин. Вообще, на самом деле, первая линия терапии в лечении, ну, большинства хронических болевых синдромов, у нас идет трициклический антидепрессант амитриптилин, ну, если я говорю про тазовую боль. И противоэпилептические препараты, гобопентин, прикаболин, мы можем, соответственно, их комбинировать в тяжелых случаях, но обычно начинаем, конечно, с монотерапии. Физическая терапия, я вообще адепт физической реабилитации, я считаю, что с нее должен быть старт, это основа, и она должна быть на протяжении всего нашего пути с пациентом, и она должна оставаться после отмены медикаментов, после отмены физиолечения, то есть на долгий-долгий-долгий срок пациент должен научиться расслаблять мышцы тазового дна, потом пациент должен ощущать свои мышцы, и потом эти мышцы должны находиться в нормотонусе, так как пациенты с синдромом хронической тазовой боли, имея длительную хорошую ремиссию, могут получить обострение, если они не будут заниматься и понимать в целом, как себя вести в дальнейшем для того, чтобы этих обострений избежать. Ну, надо понимать, что боль-то хроническая, она же не может быть полностью вылечена, она все равно рано или поздно может вернуться, имея ремитирующее течение, поэтому даже если вы имеете очень длинную ремиссию, надо не забывать, что обострение все равно возможно. Физическая терапия у нас состоит из упражнений и, соответственно, мануальных воздействий на глубокую мускулатуру. Мануальные воздействия пациенты обычно у нас выполняют самостоятельно, мы просто объясняем пациенту, как работать с мышцами тазового дна с помощью мануальных техник, подключаем обычно мануальное воздействие, грубо говоря, называется самомассаж промежности, самомассаж мышц тазового дна, который пациентки выполняют дома. Это очень важно научить пациентку самомассажу, очень важно научить пациентку расслаблять тазовое дно с помощью упражнений, с помощью дыхательных практик, с помощью мануального воздействия. И надо сказать, что при определенных обстоятельствах эти техники, эти практики очень помогают нашим пациентам снизить интенсивность болевого синдрома, поэтому мы обязательно пациентку обучаем. И я имею какие-то основы, обязательно обучаю диафрагмальному дыханию, показываю, как избежать обострения боли, как облегчить себе эту боль с помощью дыхательных практик, с помощью определенных положений тела, растяжек, тренировок. И, соответственно, обучаем самомассажу. Самомассаж начинаем тогда, когда у нас идет прогрессивное снижение болевого синдрома, и мы уже можем использовать мануальные техники именно с проникновением. Ну и наша любимая ботулинотерапия. Мы не заливаем ботокс всем подряд, и это нужно понимать, что к ботулинотерапии нужно подходить грамотно. В данном случае мы ботулинотерапию используем для резистентной формы гипертонуса мышц тазового дна, тогда, когда предыдущие линии терапии нам не показывают какого-либо клинического эффекта. Ну и плюс ко всему мы видим, что мышцы остаются в гипертонусе. Таким образом, помогаем пациенту в облегчении, снижении тонуса мышц. И, соответственно, мы объясняем пациенту, что ботулотоксин – это биодеградируемая субстанция. И мы продолжаем медикаментозную терапию, продолжаем реабилитацию для того, чтобы в дальнейшем мышцы уже были в нормотонусе. Нередко после ботулинотерапии мы из гипертонуса, особенно вот есть такие случаи, когда переколоть, это называется переколоть, и получаем осложнение в виде гипотонуса, недержания мочи, недержания газов. У нас такого, к счастью, нет, так как мы не занимаемся перекалыванием. То есть мы колем ботокс только по показаниям. И, как правило, лично я вожу ботокс только в труднодоступные мышцы, с которыми невозможно работать в дальнейшем с помощью мануальных техник и самомассажа. И лучше всегда доколоть, чем изначально наброситься на пациента и переколоть. Поэтому в процессе наблюдаем, смотрим. Но ботулинотерапия – это не решение всех вопросов. Как многие думают, что вот мы сейчас уколем ботокс, у вас все пройдет, и будет вам счастье и радость. То есть это всего лишь одна из линий терапии – это помощь в решении вопроса. Помощь и врачу, и, соответственно, пациенту для того, чтобы в дальнейшем проходила легче реабилитация, облегчение пришло до болевого синдрома, и в дальнейшем пациент чувствовал себя комфортно. Ну и не хотелось бы, конечно, к ней возвращаться, к этой ботулинотерапии. Согласен. Реабилитация. Опять я все про реабилитацию, но мы используем как физическую реабилитацию, так и аппаратные техники. То должен, собственно, сделать врач, разработать комплекс индивидуальных тренировок для конкретного пациента с учетом особенностей тонуса мышц, мышечного тонуса. Хочу отметить, что не всегда в гипертонусе находятся все структуры тазового дна. Иногда это отдельные мышечные компартменты. Соответственно, мы объясняем пациенту, как с ними работать. Возвращаем нормальный тонус мышцам, нормальный тонус – это тогда, когда есть адекватное сокращение и есть адекватное расслабление. У пациента с гипертонусом нормальный тонус – это не значит, что мы мышцы расслабили и забыли про них и радуемся. Нет, мы должны именно привести мышцы в нормы тонус. Ну и что делает у нас врач и реабилитолог? Воздействует на структуры тазового дна с помощью мануальных техник, аппаратных технологий и разработкой индивидуальной тренировочной программы. Это очень важно для нейропатической боли в том числе. Используем аппаратные технологии, фокусная ударно-волновая терапия при лечении гипертонуса и работаем с триггерными точками. Она показала хорошие клинические результаты, имеет под собой доказательную базу. Мы широко используем ОВТ. И периферическая экстракорпоральная магнитная стимуляция. На днях на конгрессе меня спросили, а разве вот это кресло, оно не при гипотонусе? Разве мы вот не недержание им лечим? Нет. А это, соответственно, устройство предназначено для того, чтобы нормализовать мышцы тазового дна. И там есть несколько программ, одна из которых используется в работе с хроническим болевым синдромом и именно направлена на расслабление спазмированных мышц в тазу. Ну и, конечно, лечение хронического болевого синдрома, синдрома хронической тазовой боли подразумевает под собой вот такую сборную солянку врачей, потому что это командная работа, командная игра, вовремя перенаправить, вовремя провести нужное обследование, уролог, невролог, генетколог, реабилитолог, функциональный диагноз. Мне кажется, что из нашей сегодняшней беседы понятно, что ни один врач в соло-мона ведет такого пациента. Это только дружная команда-игра. Спасибо, Анна Александровна. Мне кажется, что достаточно подробно и популярно мы разобрали сегодняшние случаи. Постараемся в дальнейшем в таком же ключе вести такие разборы, таких тяжелых случаев. Здесь, наверное, важно сказать, что если у вас или у ваших коллег возникают какие-то случаи, которые вы не можете решить самостоятельно, то есть это повод для того, чтобы биться головой об стену и пытаться пробить ту стену, которая не пробивается. Далеко не у всех и не всегда получается сразу поставить диагноз правильный, сразу выйти на правильное лечение. Никто не может знать всего. Если вы вдруг столкнулись с каким-то тяжелым случаем, присылайте его нам. Мы попробуем его разобрать и совместно с вами найти какое-то эффективное, быстрое и качественное решение на благо пациента. Спасибо большое. А на сегодня это все. Встретимся в следующий раз.